С самого детства он тратил все свои карманные деньги на винил, а к 15 годам он приобрел свою первую диджейскую установку. Популярный британский диджей, техно и хаос композитор – Карл Кокс. В 2006 году занял 7 место в рейтинге DJ List. По версии из журнала DJ Magazine, в 1997 году стал диджеем номер один. Его способность скрутить сразу три вертушки принесла ему некоторую славу в конце 80-х. Непревзойденные диджейские навыки Карл Кокс, способность завести толпу, дают нам основание назвать его диджеем номер один в музыке без границ, о бесподобном качестве которой говорит его первый CD-микс «Факт», проданный в количестве 2,5 миллионов экземпляров. В 15 лет Карл Кокс начал делать первые неуверенные шаги в нелегкой профессии тостера. Тостеры – прародители современных диджеев. В 1989 году в клубе «Нойз» состоялась первая вечеринка «Проджект», организованная Карл Кокс и Полом Окинфольдом, и привлекшая около 2000 любителей безбашенного времяпрепровождения. В 1992 году на лейбле «Перфекта» Пола Окинфольда Карл Кокс выпускает два первых трека «I Want You» и «Does It Feel Good To You», немедленно попавших в двадцатку британского клубного чарта. За CD-факт-1, включившую в себя все аспекты техно и транс-музыки того времени, Карл Кокс была вручена очень уважаемая премия за заслуги в танцевальной индустрии. В конце 1996 года открывается его собственное букинг-агентство «Ultimatum Music Management». Первым экспериментом в области диджеинга для Карла можно назвать его выступление на семейной вечеринке в возрасте 8 лет. Тогда мальчик просто выбирал записи из родительской фонотеки и ставил их на проигрыватель. Известно, что во время сета Мауру Пикотто на Ибице Карл, при весе больше 150 кг, Ловко взобрался на высокую стойку, на которой и проплясал около 8 часов подряд, заряжая всех окружающих своим позитивным настроением и энергией. Сейчас музыкальная коллекция Карла Кокса, которую он бережно хранит, насчитывает около 90 тысяч записей, начиная с 60-х годов. С 1999 года Кокс начал мелькать на экранах кинотеатров и телевизоров, снявшись в нескольких фильмах «Вотрыв», «Лэй Диджей» и «Цолгон Пититон». Он владеет 40 акрами земли, на которой выращивают люцерну, корм для скаковых лошадей и где у него есть домик с видом на океан. Он обладает коллекцией из 70 мотоциклов, включая его любимца, на котором он обожает гонять, «Дукатти Диавель». Сильный как чёрт, выглядит зашибенно, и я на нём выгляжу, как заправская рок-звезда. Он собирает американские автомобили с высокой мощностью и владеет такими классическими моделями, как Плаймоус Родраннер 572 с двигателем Хэмми и тремя мустангами, включая модель 1968 года, 428-я Кобра Джет. И даже привёз из Великобритании машину, которую купил, когда впервые достиг успеха. Мерседес 560, модель 1989 года. Карл Кокс обосновался в австралийском Мельбурне, в котором живёт уже больше 10 лет с октября по март. Рубрика на заметку. История возникновения Дня Диджеев. Инициаторами праздника стали Всемирный фонд диджеев World DJ Fund и North of Robins Music Therapy, организации, основатели которой Пол Нордов и Клифф Робинс предложили использовать музыку в качестве терапии для детей, испытывающих трудности в обучении и имеющих различные заболевания. 9 марта 2002 года эти организации впервые инициировали проведение благотворительной акции для оказания помощи детским домам и фондам. С тех пор мероприятие проходит ежегодно, собрав уже более миллиона долларов по всему миру. Если вам понравилось видео, ставьте пальцы вверх, делайте репосты, рассказывайте своим друзьям и увидимся, увидимся в следующих видео. Пока-пока.